Вот такое, да? Но я думаю, что у вас получится вот так. Причите, у меня полагается. Итак, давайте ответим на этот вопрос. Быть эмоционально хорошо или плохо? Давайте мы сделаем так, чтобы было интересно. Правая сторона. Подумайте. Быть эмоционально хорошо. И найдите какие-то аргументы. И скажите, а потом скажите, что почему быть эмоционально хорошо. А с этой стороны я попрошу, чтобы вы сделали контраргументы. Почему быть эмоционально плохо. И у нас будет какой-то батл. Сначала мы немножко разогреем себя, чтобы вообще войти в эту тему. Так что подумайте. Быть эмоционально хорошо. У вашей аргументы быть эмоционально плохо. Давайте. Есть уже идеи? Да, они не могут больше энергии. Они более контактируют, они более добрые и более веселые. А где-то еще, что я думаю? Ну, я же чувствую, что быть эмоционально тоже добрым. Может быть агрессивным эмоционально. Вот это. Я с той стороны. Да, сказали наоборот. Сейчас я возьму еще одну интерфературу, а потом приду к вам. Национально неплохо, но закрывает праздник. Хорошо, то есть с праздником как бы неплохо работаем. Он называется, когда есть свою эмоцию. Да, если ты видишь настоящие, и людям это нравится, да. Если ты показываешь свои эмоции, то автоматически ты показываешь сладости? Да. Ты показываешь сладости. Эмоции выявляют по краскам. В одной или другой городе. Это положительный, тогда это все. А потом составляющие эмоции, у нас такие люди оптимисты. Хорошо, да. Накапливаешь внутри стресс. Ага, вы сам эмоции, и накапливаешь. Давайте, вот эта сторона, давайте, давайте, продолжаем. Излишние эмоции, я думаю, они мешают принятию твоего крушения. Хорошо. Да, вы не сдержанные эмоции. Не сдержанные эмоции, давайте. Мы поддержим, когда мы вести себя не очень. Мы показаться не очень. Мы начинаем работать. Мы начинаем работать. Кажется плохо. Но иногда, как это такое, я знаю. Эмоциональное состояние, как вы видите, у меня другого человека. Это заслужило. Видите? Хорошо, так? Ну вот последний уже. Последний. Эмоции позволяют понятному человеку, то есть это такие манки, по которым можно другие моменты уточнить. Может быть, что угодно, а функция будет. О-о-о! Предложение, короче, это было сейчас высказывалось, о том, что научно доказало, что 38% это оказало воздействие для человека через эмоции. Это составляет больше композиции, больше осознать, больше понять человека, да. Я считаю, что женщина лучше истиннирует мужчину и зарабатывает больше денег. Всё, переищем! Ещё один! Есть хороший аргумент! Я считаю, что женщина, которая чувствует в себе эти эмоции, она испытывает эти эмоции, и как раз и продолжение вашей этой темы... Репитима хорошая! СМЕХ 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 Ну, как раз на весе, когда я в агрессии? СМЕХ 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 Но тоже не очень хорошо, потому что вы что это за человек, без эмоций, да? Иди и пойми вообще, что с этими эмоциями вообще делается. И поэтому как раз вот этот вопрос мы с вами будем сегодня обсуждать. А что такое эмоциональный интеллект? На первый взгляд вообще неразумные словосочетания. Особенно мужчины вообще не понимают, что такое эмоциональный интеллект. Интеллект это понятно, да? А эмоциональный интеллект вообще не понятно, что это такое. Что вы странные словосочетания, которые в 1990 году Дэвид Голпан привнес вообще и даже в бизнес, да? Что в бизнесе тоже ставит в эмоциональный интеллект. Как вы думаете, что такое эмоциональный интеллект? Я думаю, что это головная церковь. Что? Голодная церковь. А я есть музыка. Направление. Подавление. Направление. Направление. Контролируем. А куда мы контролируем эмоции? Подавляем. В основном мы подавляем. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Я сейчас вам покажу маленький ролик, прекрасно потрясающий. Все эмоции, которые были собраны, яркие эмоции в 2014 году. И сейчас давайте посмотрим, какие эмоции. Тише, чуть-чуть посижу. Ну, просто спросите. Ни сжат же вещи. Продолжение следует... 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 Я хочу рассказать вам робот Софья, если кто-то хочет, может даже читать в интернете. Есть сейчас новый робот. Мы забрели. Не-не-не, мне интересно. Это базовые эмоции. То есть там есть камера, которая считывает информацию, понимает сейчас вы в каком состоянии и реагирует мимикой на ваши эмоции. Вот такой робот сделали. Значит, запустите, пожалуйста. Конечно. Потому что на телевизоре не очень видно, и там будет. Аля, ожидаемые истории сочинения. Редактор субтитров Т. Г戲 digit, для того, что все этоacy, А я чувствую себя со мной, что все богатство, это здорово. Редактор субтитров А. Это хорошо для меня, чтобы Werk годы. Это здорово, и пытое. Редактор субтитров А. не так чтобы все работы с людьми, иernи, Добро пожаловать в Казахстан! 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 что-то там думаем, анализируем. Что для нас важно? Через органы чувств мы воспринимаем информацию. Это каналы нашего восприятия. Это зрение, аромальное, активное. Через это все мы воспринимаем информацию, и разум нам выдает какие-то решения, что делать в той или иной ситуации. Точно так же эмоции – это класс информации. Вот эмоциональный интеллект – это тот же интеллект, который берет за основу эмоциональный индикатор, на что мы реагируем, и это осознает, перерабатывает и потом принимает решения. Это и есть эмоциональный интеллект. Понимаете, да? То есть органы чувств нам дают возможность, чтобы мы анализировали, принимали решения, как-то двигались дальше. А вот эмоциональный интеллект – это про то, что эмоции примем как источник информации. Вот, что мы справились. И вот, что значит эмоциональный интеллект. В бизнесе далеко долго не говорили о том, что вообще эмоциональный интеллект не было принято. И в какой-то момент стали говорить, что эмоциональный интеллект даже важнее, чем сам интеллект. То есть, если раньше, вы помните, делали в больших корпорациях тесты для топ-менеджмента по тестам IQ, она на новом уровне находится разум. Сейчас это уже не понятно. Сейчас делаем эмоциональный интеллект. Почему, как вы думаете, почему для руководителя, почему для человека, который занимает высокие посты, очень важный эмоциональный интеллект? Невербальная часть информации. Умение устраивать отношения. Реагировать. 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 Что? Мотивация. Совершенно верно, дорогие коллеги. Дело в том, что почему бизнес сейчас заказывает очень много таких тренингов, например, в течение двух-медельчих тренингов таких компаний. Почему? Потому что чем выше руководитель, тем важнее как раз эмоциональный интеллект. Потому что там уже экспертиза, как профессионал, идет на, ну, самый такой, несколький для реализации. А очень важно будет, потому что какие-либо, насколько выше уже уровень руководителя, важно коммуникация со своими сотрудниками. Там люди, правильно? Персонал. Тоже люди. Подрядчики. Люди. То есть везде руководство. Что ни берешь, это коммуникация. Поэтому как бы эмоциональный интеллект очень важен. Если не иметь навык эмоционального интеллекта, то очень трудный человек. Он может быть экспертом, профессором, профессором, в чем-то, да? Но если же нет эмоционального интеллекта, он не будет преуспевать руководителя. Вот почему сейчас станет обращаться на это внимание. Потому что если же человек дошел до некого уровня топ-менеджера, это уже понятно, что у него в статью было все нормально. Да. А вот с этим, с эмоциональным интеллектом, еще и факт, да? Сколько знаем, экспертов научных сотрудников, которые прекрасно, они были очень большие и высокие специалисты, но при этом по коммуникациям они ходят просто по полку. Они не могут просто уладить отношения и коммуницировать. Из такого человека просто не выйдет хороший руководитель. Вот и все. И почему очень важно сейчас стало? Вот 50-70% лояльности компании и мотивации сотрудников зависит от лидера. А если же лидер не может настраивать отношения и коммуницировать со своими подчиненными, естественно, терять очень много энергии на аэрофор, полетах, там еще чего-то, да? А от этого страдает естественная жизнь. Хорошо. Есть стиль IQ, есть стиль IQ. IQ это больше говорить, IQ это больше спрашивать. То есть спрашивать у своих сотрудников. Стиль IQ это про правду, а стиль IQ это про веру, веру в сотрудники. Здесь факты, там чувства. Это что чувствует сотрудник. Контакты, контакты, запросы. Лидера, советы другим, а IQ это особенность другим. Свои выводы, понимания другим. Свои знания, выражения другим. Тянуть и заправлять. Вот чем отличается IQ стиль правления от IQ? И мы всю жизнь просто привыкли сопоставлять там. Или IQ, или IQ. Ну, я, честно говоря, даже думаю, что об этом вообще не надо сейчас говорить долго. Потому что зачем ее ими, да? Когда нам дают не то или не кое. То есть мы должны брать кто или не кое. Нам и разум нужен, и душа, да? Как он чувствует. И их надо просто соединить. Не надо ставить вопрос или нет. Я, как сказала, что процент, конечно, отношения, чтобы быть лучшим руководителем. По исследованиям последнего института, как это, психологии. Успех лидера, это когда 85% развитые IQ, это только 15% стиль IQ. Вот только вы тогда уходите, становится успешным. Поэтому у нас, с вами, дорогие женщины, намного больше шансов. Учитывая, что у нас максимальный интеллект, на самом деле, очень намного высокого уровня. Так, потому что ипатия у нас очень высокого уровня. Итак, мы говорим про осознанность. Психологи установили, что каждый средний статистический человек 3-5% себя знает. А все остальное где? Подсознание. И как раз эмоциональный интеллект помогает то, что есть бессознательно, перевести сюда то, что способно. Управлять. Почему это так важно? Потому что то, что мы знаем про себя, можно управлять. Если я знаю, что я очень эмоциональный и агрессивный человек, ну как-то что-то не особо не будет делать. Но если же я не в курсе, все знают и уже пальцем показывают, но я не в курсе, то тогда я никогда ничего не делаю с этим. И всегда буду попадать в разные ситуации. И поэтому вот здесь то, что мы знаем про себя, нужно управлять. легко. То, что мы не знаем про себя, управляет нами. Вот почему я считаю, что вообще наша жизнь должна быть просто посвящена замужам себя познать. Это было очень. Потому что это облегчит и нам жизнь, и другим образом, которые рядом с нами. Вот говорят, мы не можем забыть, что вы сказали, мы не забыть, что вы сделали. Но никогда не забыть того, чтобы заставили их почувствовать. Да, потому что чувства очень глубокие. Почему это важно? Потому что психологи установили, что то, что там, где есть яркие эмоции, мы запоминаем надолго. Там, где нет ярких эмоций, мы забываем. Это просто вы как будто не прожитая жизнь, или этот момент, или эта ситуация. Если нет эмоций. Если я сейчас спрошу, когда вы на вас первый приступили? Если же это яркие были впечатления, эмоции, все вы можете вспомнить, даже какая была погода. А что вы были одеты? Что было в этот день? Да. Конечно же, в следующий день после этого я скажу, что, во что вы были одеты, вы не будете вспоминать. Почему? Потому что все яркие эмоции, они очень сильно впечатляются в мозгу. Ну, долго это помню. Я помню, когда моя дочка училась, и она занималась профессором, чтобы выступить в институте, профессор по математике говорил, вот я тебе рассказываю очень интересно о всем, удивляйся. Я даже не понимала, почему это говорит. Потом я поняла, что это очень мудрый человек, очень мудрый человек. Он понимал, там, где есть удивление, там, где есть яркие эмоции, это надо долго не запоминать. Итак, почему вообще все это взаимосвязано, и почему что происходит с нами? Я хочу привести здесь, немножко напомнить вас, и, кто не знает, просто рассказать про это, что человеческий мозг состоит из нескольких частей. И первая часть – это столбовый мозг, который отвечает за тело. И не встретим. Это очень старинный, очень, как я назвал, мозг, который отвечает за истиниты наши. Вторая экономическая часть – это эмоциональный мозг. Вот этот мозг, как раз, отвечает за эмоции, за чувства, за интуицию. Вот эта часть. И, наконец, третья часть мозга – это пара головного мозга, который более-менее самая обладаем из всех частей. Это сложная пространственная деятельность, это мышление, это логика, индивидуализация и все остальное. Эмоции эмоционально в более раннем столице. И поехали на подобрать, когда мы в разуме… Я буду постоянно в махине встречать. Сколько это? Вы понимаете, какая вайфа идет? Да? И тому, что последовало их совету, эмоции добавляют эмоции. Потому что там, где есть эмоции, есть энергии. Поскольку они, например, будут связаны с физиологическими процессами, в отличие от разума, который подчиняет, допустим, все системы организма. От сильного воздействия мозга организма происходит в таком организации сил, в которой мы будем разумом, мы высказаны под непрознанными просьбами и пронуканиями. Вы, например, не знаете вот этот случай, когда бабушка увидела, вот такие дела. Вот так… Грунт остался под колесами машины. И вот не знаю, сколько эта машина есть, и она подняла… Это… Если в логике просто сказать, что я сейчас пойду и доберу, без ухода цены. Это не реально. Даже там… Не каждый служебок особо подрекает здесь. Мы бабушки сделаем, потому что там были эмоции. Они должны понимать, насколько какой-то огромный ресурс. Есть во наших эмоциях, да? И поймем их платье, их подавлять. Почему это потом умеяет на ваше здоровье? Потому что мы сами с собой будем сходить. Да? А что делать с этим? Конечно, я надеюсь, что после нашего мастер-класса вы поймете, что с этими эмоциями сделали. И еще хочу обратить ваше внимание, потому что, в принципе, многие из вас знают, что человек – это огромное существо, состоит из тела, разума и души. И вы видите, что в принципе, структура главного мозга точно так же отвечает за тело, отвечает за разум, отвечает за души. Вот это предприятие вообще всего нашего организма существа. Эмоции обладают всем. Да? Именно даже животные. Это тоже есть эмоции. Самое большое количество эмоций есть у лошадей, так просто говоря. Где-то 17 эмоций они пощупывают. Эмоции бывают физическое ощущение, и поэтому вот сейчас в медицине уже смотрят с того же психосоматики. Почему? Потому что поведение тела, разум, они соединены. Они соединены уже в головном мозге, и все это просто происходит в циркуляции. Мысли, эмоции, 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 какие-то блоки энергетические в теле, где тело болеет. Все время в этой циркуляции это эрикадет. Если же страх, то это холодок, предплатил уже злость, учащение сентябления системы челюсти, грусть, чувство пустоты, холода, счастье, свет и тепло. То есть все эмоции имеют свое выражение на теле. Поэтому еще раз проучитывая, что это имеет огромную силу, в случае очень осторожных соподований. Следующая специальность. Вон там вот эта кровь. Уย! Продолжение следует... 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 Надо понимать, что усилительный процесс и эмоциональный форм человека, когда вызывают разные мозги, они взаимосвязаны очень сильно. То есть параграмма мозга, эмоциональный мозг, они взаимосвязаны сразу в твою команду. Вот тебя оскорбили, все, и ты ушла уже в победу. То есть будет очень важно понимать взаимосвязь. Почему это важно? Как вы думаете? Почему я здесь фокусирую ваше внимание? Что? Совершенно верно. Чтобы вот если мысли нам дали вот этот поток эмоций, я через мысли опять-таки могу воздействовать на эмоции. Понятно это? Это очень важно. Я приведу один пример. Я уже не помню кто за профессор был, но тоже были сделаны исследования в Ельском университете. Было вот такое, что... Представьте, мужчина рядом с церкви сидит, держит голову и плачет. Какие чувства у вас? Что-то случилось. Что-то случилось, это мысли. А эмоции какие? Шалость. Да? Сострадание. Какая-то эмоция. Да? Да. Вот. Значит, сначала примем мысли, что что-то случилось. А вот это «что-то случилось» уже дает нам какие-то эмоции. Да? А представьте сейчас, я вам скажу, что этот мужчина плачет от радости. Только что был правосочетание с любимой девушкой, которая наконец-то он добился, и он плачет от радости. Какие у вас чувства? Радости. Радости. Какие мысли? Или поросли. Ура, Владик! Вы понимаете, что в чему я? В чему я хочу, чтобы вы сами поняли? Что это о чем? Не верно. Совершенно верно. Дорогие друзья, мы реалируем на нашей же мысли. Понимаете? Не на реальность, а на нашей мысли. Сама сказала, сама обиделась, сама ушла. Да? То есть вот точно так же происходит с нами, когда подружка прошла рядом и поздоровалась. Да? Если же у меня мысль, что подружка меня игнорирует, да, завидует, потому что вчера я купила машину, вот перед нами. Все, мы все пошли, и у меня пошло ответное чувство обида. Правильно? А если же подружка там, не знаю, только что, да, плохо видит, потеряла очки, она лизает наконец-то, да? И меня не видела. Если у меня такие мысли, что я делаю тогда? Я креплю и обниму. Видите? Вы чувствуете? Я хочу, чтобы вы понимали. Все то, что мы реагируем, то, что мы делаем, то, что мы говорим, это то, что мы реагируем само в себя. Понимаете? Получается, что внешний мир – это зеркало. Зеркало самого себя, да? Тот человек, который самодостаточный, и думает, что в принципе никого не обидел, и подруга не должна была пройти мимо, но не может быть, потому что она любит эту подругу, а только кто же любит ее? И наверняка она не увидела. Будут совершенно другие мысли, совершенно другие чувства и совершенно другие действия. Понимаете? Все это взаимосвязано. И когда мы говорим про контроль, контролировать – это как раз не про то, чтобы мысли-то перепутить обратно, дойти до этой мысли и поработать с этой мыслью, а наоборот. Да, я вижена, но я буду подавлять тебя, и я буду дружить с ней, но у меня там запасы были сами. Я подожду еще, еще, я тебе покажу. Понимаете? Совершенно разные. Да? И то, что второй вариант – это, конечно, сильно ведет нашу здоровье. Потому что вы увидели, что какая-то махина, чего держать невозможно неверно. Поэтому он где-то выходит. Какие-то головные энергетические, в теле, ваше настроение. Вдруг там появляется какая-то грусть печальная. Мы не понимаем, откуда это. Это все, что упадало. Мы просто умеем красиво упаковать, куда-то бросить. Бросить как мусорный ящик. То есть тело мы чистим, одеваемся красиво, фасад держим, но при этом, что в душе творится – это вообще не важно. Это мне не важно и вам должно быть важно. А на самом деле наша красота, наше здоровье все зависит только и только от этого. Поэтому я очень прошу, чтобы вы это запомнили. Сделайте свои сайты. Мы все запускаем эмоции. Эмоции запускаем еще мысли. А потом мы делаем какие-то действия. И они все связаны. Вы уже, в принципе, поняли. Уже третий блок – осознавать. Осознавать. Понимать, что вызывают эти эмоции, как они могут измениться. Осознать глубинные причины эмоций, взять ответственность за свои эмоции. Это уже третий блок. Потому что, представьте, что я реагировала. Когда подружка пришла, она поздоровалась и обидела. Как я могла осознать, какие выборы я могу делать здесь? Чтобы познать себя? Что я могу подумать? Что? Я думала, если я обманю. Так. А про себя что я могу сказать? Почему вообще я обидела? Я обидела. Совершенно верно. Да? Я обидела. Это зависит, конечно, еще вам надо поработать. Потому что очень может быть, что когда-то я тоже обидела. Я думаю, что сейчас будет ответная реакция. Может быть. Да? Или может быть, я просто обиделый человек. Чтобы я не могла прислать, а потом обиделся. Да. Ну, то есть, вот даем… Вот что то, что с вами случается и вызывает какие-то эмоции, особенно яркие эмоции, это все про нас. То есть, вот благодаря этому, когда мы начинаем осознавать, а почему я так реагирую? Да? Вот мой вопрос был вот так. А почему я думаю, что она у меня не хочет звучать? Почему? И вот, вот отвечая на этот вопрос, я раскрываюсь от личности. Я понимаю сама себя. Потому что эмоции не просто так. Эмоции – это индикатор вглубь, чтобы понимать, что с нами происходит. Кто мы вообще? Кто я? Какие мои ценности? Какой мой характер? То есть, это только для этого. Не просто так. Да? Эмоции нам даются для того, чтобы… Помните, 3,5% – это осознанная часть, и 95-97% – неосознанная. Вот это неосознанная, что может помочь? Поднимать только эмоции. Только эмоции. Мы сами собой не будем знакомы, если мы будем игнорировать наши эмоции. Варианты включить для себя самоконно на четыре эмоции. Давай просто… Вот, совершенно верно. Это и все эти правильные вопросы. А почему я так подумала? А почему это… Я говорю, допустим, все меня обижают. А почему? С какой стати, почему меня все обижают? Или почему для меня это очень важно? Потому что если же человек имеет какие-то комплексы, может быть, с детства или может быть, еще чего-то, он будет ходить и думать, что все его обижают. Пока не задаст правильные вопросы, которые могут выявить ее же сущность и характер. И с чем можно, в принципе, поработать. А если мне же не задашь эти вопросы, всех увидит, а ты не увидишь. То есть вот третья уже часть – это осознавание. И четвертое – это управление. Вы уже понимаете, я думаю, что уже вам понятно, к чему я веду. Если же я поняла, что я обижаюсь сама, то есть меня не обидели. Вы чувствуете разницу? Меня обижают. Я обижаюсь. Чувствуете разницу? В чем разница? Ответственности. Дорогие женщины, ответственность. Если же я думаю, что я обижаюсь, я с этим что-то могу делать. И я могу подумать, что… А почему я так подумала, что с тобой запрошла и не наздоровалась? А может быть, я не права? Вот есть вариант. А если же вы, что меня обижают, я жертвую. И я из этого ничего не могу делать. И после этого, как у меня появилась ситуация, я не могу меня управлять? Я не могу управлять другим людям. Если я обижаюсь, я понимаю, что внешний мир – это большое зеркало. Мне просто поставили зеркало, чтобы ты обвинчивый человек. Если тебе там в течение дня как-то десять человек, как бы жрать один за другим, это не как-то шуток у тебя. А часто у нас бывает, что мы наступаем на одни и те же дороги, но мы это не делаем. У меня был мужчина на коучинге. Вы можете мне объяснить, как коучинг, как внутренний человек? Все мои жены – они в систему. Я говорю, а вы не думали, что может быть причина у вас? Нет. Нет, конечно нет. Они в систему. Мне попадаются только в систему. Я говорю, что вы думаете, что в мире только в систему? Он говорит, ну наверняка там. Ну как, у меня такое обувь. Какой человек не осознан, что он сам притягивает в свою жизнь этих людей, что его обижают или эстерны, ничего себе невозможно сделать. Это безвыкное состояние. Итак, понятно, да, схема? Воспринимать, применять, осознать, управлять. Вот четыре глагола. Очень важно. Для эмоционального интеллекта. Давайте возьмем по этому примеру. Ну, опять, скажем так. Восприятие, точное восприятие эмоции, какие мои чувства, содержит давние алютия по внешнему, по моей личности. Использовались всякие эмоции, я сказала. И хочу сказать, почему вот это попало вот именно в мою авторскую программу про лидерство, вот эту часть я уже включила. Потому что вот это осознание, что через это осознание можно управлять, это мое. Потому что от профессора, где я училась, вы просто понимаете, где эмоции, и дальше я спросила, как вы понимаете? Даже я знаю, ну что вы. Да, если вы, ну, управляетесь полностью, то как я могу управлять? Если я понимаю, что я соединюсь в том, что во мне что-то, я могу что-то поменять. И от этого, ну, в принципе, я могу управлять. И обиды. И вот в этом очень трудно, да. Говорят, что молодые эмоции и зверые эмоции. Если же... Вот пример. Казмем пример. Да? Как у нас время не будет долго уже. Молодость. Я уже как бы не стремился. Если есть пример. Можешь управлять гневом? Нет. Совершенно согласна. Если же ты поражен гневом, будешь здесь. Здесь как? Можешь. Пожалуйста. С ума сходи. Но где можно управлять? Так совершенно верно. Тогда у меня гнев просто так не уйдет. Ну, если, конечно, не аффектное состояние. Да? Как кто-то там увидел мужа запомнить. Знаешь, что он такой... Будет страшен гнев, и его форма будет остановиться. Ну, если же вообще пример растающий, да? Его нужно поймать. Его нужно поймать на... На чайной стадии. Да? Когда у меня это зачарало. У меня вот этого человека вот этого не ожидало. И я если пойму, что все-таки это что-то про меня, и я начну что-то с этим делать, я уже могу управлять гневом. Не то, что гневом. Я могу управлять на зачаровании. Пока эта эмоция, она не с верой. Пока эмоция молодая. Мы можем с ним что-то сделать. А если же я уже поражена злостью, досадой и гневом, ну уж, отпустите себя. Делайте все, что хотите. Потому что подобрать это очень плохо. Вот, я привела один пример, чтобы было понятно, как вообще можно вообще воспользоваться этой схемой, как можно управлять вообще этими эмоциями. Представим. Представим так. Я готовилась, там, какой-то вот отчет написала, или какой-то проект, хочу защищать руководство. Готовилась, готовилась, очень ждала этого момента. И, наконец-то, все. У меня такого. Я иду презентировать этот проект в руководстве. Я вижу, что руководитель не в настроении. Это про веры. Это восприятие эмоций. Видели таких людей, которые... Да, тебе плохо, там, ну, уже не можешь шаять. Да, да. Он просто вещает, говорит и говорит. А вот он очень любит, да. Он не понимает, что в этот момент человек закрыт. Он не возьмет мою информацию. И я ничего не получаю от этого человека. Первый шаг – это восприятие эмоций. Да, и своей, и другим. Если же, допустим, я чувствую, что я и буду руководству решать очень важную задачу, ну, при этом, в повредительной духе, лучше я отвернусь в любви. Чем я буду все равно говорить до конца. Вот это тоже про эмоциональный интеллект. То есть, первое – это воспринимать. Понимать, осознать, что он плохой и стрелит. Такое – использование эмоций. Подумайте, почему он может быть в плохом настроении. Ну, допустим, у курсового упала, или вырос в своем, не знаю, а он там под подшелом проекте. Ну, так-то понять, почему что случилось. Либо просто подумать, что, ну, у человека уже в плохом настроении. И принять всего, какое им есть на данный момент. Дальше. Вы принимаете причины. Вот я что, что сказала, да? Вы осознаете там, какие причины могут быть. И часто, если подумаете, можно найти причины. Приятно, что вам сказать. И вы справляетесь со своими эмоциями, принимая зачинования, и готовите это всю жизнь все еще раз. Вот это вот я вам перевела через схему национального интеллекта, чтобы вам было понятно, как вообще это может действовать в жизни. А если же у меня есть три уровня эмоционального интеллекта, я пойду, постучусь, получу по голове, выйду в гневе, и я не могу управлять, может быть, что-то я еще скажу, что я столько трудилась, а вы меня даже не слушали, да? Вот что значит эмоциональный интеллект. Очень важно, я вам в начале нашей цели сказала, что очень важна эмпатия. Да, восприятие чужих эмоций и понимание себя и других очень важна эмпатия. Я сказала, что для женщин это сильная сторона, потому что они чувствуют в виде больше, чем у мужчины. И у нас эти нейроны, которые дают сооспадание, понимание. Сооспадание это когда, когда человек, что-то случается не с тобой, но ты переживаешь этот опыт как будто с тобой. Это и есть сооспадание. Вот эти нейроны очень важны. У нас эти же нейроны отвечают, они называются зеркальными, и они же отвечают за подражение. Что-то если тебе нравится, ты можешь просто взять и подражать. Эмпатия очень важная, очень красивый ролик. Я хочу, чтобы вы посмотрели насколько важна эмпатия. Этот ролик был снят в Америке, в маленьком городке Крэйленд. Это в клинике для своих врачей, для персонала, создали этот ролик, чтобы персонал понимал, что какая эмпатия, что понимал, что насколько важно понимать других людей, особенно больных людей и пациентов. сели Kawanna , читайте это, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон